Проект «Зелёная миссия. Климат» в Латвии реализуется с марта прошлого года. А вселатвийский тур мастерских технического творчества начался 17 ноября и продлится до апреля этого года. Цель всего этого проекта – объяснить молодёжи, что такое климатические изменения, и что мы можем делать, чтобы сделать их меньше. В рамках проекта были разработаны новые мастерские технического творчества именно об изменениях климата. Мы организовали три творческих мастерских по вопросам климата. Сейчас мы устраиваем такую напольную игру «Умный мэр», чтобы дать понять, какие существуют изменения климата, к которым нам нужно подстроиться и как это сделать. Всё происходит в виде игры, немного азартной, чтобы было интересней. Старшеклассников 4-й средней школы разделили на группы, самоуправление. И в каждой группе был свой капитан – мэр. Целью игры было защитить своё самоуправление и всех жителей от различных катаклизм, вызванных климатическими изменениями. Вместе с тем, мэру следовало составить план действий, разумно тратить бюджет самоуправления и отстаивать свои позиции на собрании ЕС, чтобы получить финансирование на решение тех или иных климатических проблем. Пока всё понятно, думаем, как защитить наших жителей. Здорово! Уже застраховались от многого и сейчас будем решать существующие проблемы. Мы уже защитились от таяния снега в горах, поэтому наши альпийские горы какое-то время будут в порядке, и наши жители будут защищены и удовлетворены. Вы понимаете цель этой игры? Я думаю, цель – заставить людей задуматься об изменениях климата и о том, что происходит вокруг, и о том, какую роль они во всём этом играют. Целью проекта является обучить, проинформировать и способствовать повышению уровня понимания и знаний об изменении климата школьников, привлекая их к наблюдениям за изменениями климата и реализации политических мер, связанных с приспосабливанием к изменениям климата. И, как признались нам старшеклассники 4-й средней школы, до этого они редко задумывались о последствиях климатических изменений, а сейчас даже знают, как предотвратить некоторые из них. Пока старшеклассники решали проблемы своих самоуправлений, ученики младших классов 4-й средней школы начали отмечать Всемирный день снега, отправившись на гору Лэмберга-Хута. Этот праздник вошёл к нам не так давно. По всему миру его отмечают только пятый год. И по замыслу основателя этот праздник должен служить популяризацией зимних видов спорта и активного здорового образа жизни. Субтитры создавал DimaTorzok